Мы давно наставили на смене курса и формирование правительственных национальных интересов. Я доказывал и в Думе, и президенту, и правительству, что с этим курсом мы не справимся с задачей. Что нужен бюджет развития, который позволит развиваться в стране и укреплять все. Социальную сферу, экономику, демографию. Я вот неделю назад специально подготовил, опубликовал банкротство правительственного курса и политика обновленного социализма. То есть справедливости и социальной правде Советской России вышли. Разослал всем и президенту, и членам Совета безопасности, всем губернаторам. И наставил на том, чтобы мы официально рассмотрели реальную картину. Президент во многом прислушался, но в принципе его послания не было оценки работы правительства, в силу того, что оно провалило в полном составе все его национальные проекты. Вчера я обостренно высказался по пяти проектам, ключевым главным, без которых невозможно выполнить никакое послание и не вытащить страну из этого тупика. Прежде всего, модернизация, напоминаю, она на 35% не выполнена. Если брать производительность на 40%, экология вообще провалена полностью. Все, что связано с цифровой экономикой, без которой не решить ни одной проблемы, там четверть. Поэтому за это надо отвечать. Сегодня по ходу ситуации стало ясно, что будут дополнительные новости. И вот они прозвучали. Правительство отправили в отставку, поблагодарили и будут формировать новый состав. Я считаю, что эта идея перезрела. Давно перезрела. Уже проваливая в прошлом году, надо было корректировать, особенно финансо-экономический блок. Когда вам финансо-экономический блок перед посланием президента доказывает, что это услуга, то это не работники. Ну, президент сегодня отвлекся от текста, сказал, что это важнейшая функция воспитания. Без этого невозможно формировать полноценного человека, гражданина. Без этого невозможно нормально работать. Когда вам говорят о том, что не надо вкладывать деньги в современные технологии, они не вкладывали ни в станки, ни в машины, ни в биотехнологии, и так далее. Тогда считайте, что и ваши новейшие изобретения, которые вы делаете, подвергаются огромной опасности. Потому что электронику с жесткой, против жесткой радиозащиты мы для себя почти не делаем. Мы зависим от иностранных поставок. Ну, и много других вещей. Поэтому будем сейчас готовиться и формировать состав этого правительства. На что бы хотел обратить внимание. Вчера я выступаю, назвал все основные характеристики провала правительства. Ни один канал не осмелился ни одного слова показать. Тогда зачем мы вам все это говорим? Какой смысл тогда? Ни один не показал. Показали так в фантике. Я настаиваю на том, чтобы вы отображали нашу точку зрения такой, какой она и есть. А мы в данном случае желаем всем вам и стране добра, мира и уверенного развития. Мы вас просили рассказать подробно о народных предприятиях. Они стали лучшими в стране. Вместо этого мы смотрим мордобой в течение года. Иркутской области, совхозы имени Ленина, теперь к другим подобрались. Это вообще подыгрывание тем, кто душит страну и уничтожает ее на корне. Нам надо учиться у тех, кто умеет работать и достойно ведет себя. Сейчас будут рассматривать кандидатуры. После дефолта хочу напомнить. Мы с Ельциным после расстрела парламента не разговаривали до дефолта. У нас во дворе бой был. Одни пришли с синим расправляться, вторые со мной. Погиб консерв тогда на фоне всех этих безобразий. Но когда все обвалилось, звонит и говорит, что будем делать. Я сказал немедленно собраться и принять решение в пользу граждан. Три часа сидели в Кремле, обсуждали. Я Примаков уговаривал, Маслюкова, Яращенко тут был. Тогда сформировали команду, которая в условиях баррель нефти стоила 12-14 долларов до конца года. Полтовалютных резервов было 8 миллиардов. Нечем было платить ни пенсии, ни зарплаты, ни стипендии. Тогда договорились и провели программу спасения страны во многом. Ночью тут собирались, утром принимали решение, а к вечеру выполняли. И она тогда дала плюс 24% промышленности. Тогда оттащили от края пропасти. Я считаю, что сейчас надо проконсультироваться и найти хороших руководителей. Если опять нам предложат Кудрина, это будет самый худший вариант. Хуже, чем нынче. А он все крутится вокруг престола. Он не знает ни производства, он не любит страну, он не понимает, что такое социал. Он будет заниматься мелкими интригами. Поэтому все должны прекрасно понимать. Эта кандидатура абсолютно на премьерство не подходит. Нужны люди, которые умеют работать, умеют производить, умеют решать проблемы в нынешних условиях. Таких в стране много. Вот вокруг них надо и вести обсуждение. Я бы назвал вам сейчас пять кандидатур, но президент не очень любит, когда заранее это говорят. Поэтому пусть думают. Мы свои рекомендации выскажем в прямом смысле и сегодня, и завтра на Думе. Но сейчас наступает очень ответственный момент и для президента. Потому что если новая команда не выполнит ее установки и провалит текущий год, значит перечеркивают полностью послание президента войти в пятерку. А в пятерку можно войти ведущих стран, если иметь темпы выше мировых. Они сложились около трех процентов. А чтобы в полтора раза увеличивать, как он говорил, ВВП, надо выходить на 5-7 процентов. Абсолютно реальная задача. Потому что та же Иркутская область вышла на темпы в два раза выше мировых. Но Левченко выгнали, потому что он работал лучше других. Та же Иркутская область увеличила борьбу с теми же черными лесорубами. 300 бан поставили на учет, типизировали лес и заставили платить налоги. Платили полтора миллиарда, а стали платить 10 миллиардов. За это его выгнали. Пять человек, которые занимались этой борьбой с ворами, жуликами, бандитами, посадили. И сейчас еще не выпустили. Никак не добьюсь, чтобы их отпустили. Тот же Грудинин показал уникальные результаты работы. И сейчас продолжают всячески гнобить и душить. Вот если это прекратится и будут заниматься делом, то мы быстро, уверенно начнем развиваться. По крайней мере, такая возможность сейчас появляется. Будем надеяться, что ее реализуем. А в стране немало очень умных и сильных людей. Но вот то, что тех, кто ездит в Россию как на шабашку, сегодня поставили особые условия. Нечего претендовать ни на министерские, ни на другие посты, не лезть в президента. То это абсолютно правильно. Когда он сюда едет эксплуатировать кадры или наши природные ресурсы, то это полное безобразие. Еще раз вам напоминаю. Пять главных олигархов хапанули за прошлый год 27 миллиардов долларов. Это 1 триллион 600 миллиардов рублей. Вся страна в прошлом году вложила денег в Сбербанки и кассы в полтора раза меньше. Что это за финансовый разврат такой. И даже не смелились на этих деятелей, с позволения сказать, наложить нормальный налог по проектированной шкале. Давно бы приняли это решение. У нас и так, кстати, денег море. Они не используются должным образом. Тот же Кудрин пришел к президенту и сказал, триллион из расписанных расходной части не реализованы. Триллион. А я просил у них 100 миллиардов помочь детям войны, у которых нищенская пенсия. Их каждый день встречаю. Глаза стыдно смотреть накануне Дня Победы и Великого Праздника. Давайте вместе поработаем. Сейчас есть возможность спокойно выправить ситуацию. Важно не потерять темпы и найти разумные решения.